Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре и сначала хочу поделиться парой технических тонкостей. Для того чтобы сделать экран более широким можно убрать вот таким вот образом техническую составляющую и вернуть ее обратно соответственно вот точно также. А теперь разрешите приступить уже к самой теме нашей встречи и немножечко для тех кто не был с нами на предыдущих встречах привести небольшой дайджест того о чем мы разговаривали ранее. То есть у нас серия вебинаров посвященная началу работы с бухгалтерией с конфигурации один из бухгалтерия и соответственно начинали мы с того что рассказали о том какие есть конфигурации чем они отличаются чем отличается базовая версия от проф или от корп какие у них есть возможности и соответственно сделали первоначальные настройки которые необходимы для того чтобы начать работать с программой. Сегодня мы подошли уже к пятому шагу так сказать мы поговорили про настройки продажи покупки первоначальные настройки справочников и так далее сегодня переходим к очень важному этапу производства то есть конфигурация бухгалтерия позволяет вести не только учет регламентированный банковских кассовых операций покупки продажи но и не слишком сложное производство без большого количества этапов. Конфигурация позволяет выполнять следующие операции перечень вы видите на экране то есть это поступление товароматериальных ценностей тех которые используются в производстве и учитываются на десятом счете например и те которые относятся в последующем на себестоимость и на затраты и соответственно отслеживать и осуществлять движение этих товароматериальных ценностей то есть передачу их производства оприходования уже готовой продукции на склад или полуфабрикатов если предприятие занимается не изготовлением какой-то продукции оказанием услуг ну например ремонтные предприятия соответственно то же самое учитывать эти работы и реализация продукции то есть так сказать конечный этап бизнес процесса производства это реализация продукции заказчиком и немножечко еще раз пройдем по структуре справочников и по структуре разделов и конечно немножко уделим внимание помощникам которые существуют в конфигурации и которые помогают особенно на первых этапах не заблудиться сделать правильные документы в правильной последовательности и так далее рассматриваем мы сегодня это на примере бухгалтерии бухгалтерии проф и хочу сразу остановиться вот на таком окошечке которое у меня возникает в связи с тем что мы работаем в демо версии то есть вся поддержка осуществляется на основании подписки на это с то есть информационно-технологическое сопровождение и если я сейчас введу сюда параметры по которым наша компания зарегистрирована то соответственно у меня будет возможность обращаться напрямую порталу 1с и тс и использовать дополнительные сервисы которые возможны при подписке подписка у нас существует в двух форматах это и тест техно и тест проф соответственно и тест проф имеет больше возможности если вы подписаны именно на этот тип сопровождения то у вас есть возможность использовать бесплатно некоторые сервисы например проверка контрагента которые достаточно удобно и облегчают трудоемкие процессы например вот информации про ваших партнеров и тест техно такой возможности не дает но этими сервисами можно пользоваться на платной основе то есть например тот же сервис проверка контрагентов это на платной основе стоит порядка 5000 рублей на год поскольку у нас дыма версия мы не будем на этом останавливаться хотела еще обратить ваше внимание вот на такой достаточно удобный путеводитель по демонстрационной базе в моем случае потому что мы с дымка работаем но в вашем случае это будет уже по вашей конкретной базе здесь так сказать написан маршрут по которому мы продвигаемся сейчас мы находимся на этапе производства и он расшифровывается если по нему щелкнуть на определенные этапы которые соответствуют бизнес процессом разным и немножечко вернемся тоже назад к настройкам которые мы делали и показывали на первую в первоначальных этапах в разделе администрирования это настройки функциональности и некоторые другие то есть первое с чего мы начинали эта функциональность поскольку здесь задаются возможности работать с разными блоками и изменения интерфейса в нашем случае выбрана полная выбрал выбран на полная функциональность и дальше соответственно отмечено уже флажками те разделы которые мы настраивали в предыдущих на предыдущих встречах некоторые из этих разделов работают только при выбранном полном интерфейсе соответственно все эти этапы мы уже прошли но хочу сделать еще один акцент на таком справочнике справочники как договоры договоры во всех разделах которые есть в конфигурации является очень важным этапом и поэтому к настройке договоров нужно подойти очень внимательно и очень ответственно если мы не заполняем какие-то здесь позиции то соответственно не активируется возможность работать с этим отделом с его аналитикой и в общем то мы себе так сказать отключаем достаточно большие блоки документов и аналитики значит при настройке очень важно уделить внимание типом торговли которая в вашем случае используется то есть как что использует ваше предприятие мы не активировали возможность доставки компании транспортной то есть сторонними компаниями и не активировали работу с интернет магазинами потому что это специфически достаточно раздел и не все его используют если для вас это актуально то вы можете обратиться к нам по по совершенно конкретным вопросам по реквизитам которые вы здесь видите и мы с удовольствием постараемся вам ответить более подробно потому что у нас не будет в этом случае ограничения по времени и будет уже скажем так тематический вопрос касающийся вашей специфики вашей организации ваших настроек уже более индивидуально еще раз повторюсь наш вебинар веду я консультант аналитик гардышева галина обращаться к нам можно по электронной почте через сайт ну или любым другим доступным и удобным для вас способом после того как настроена функциональность программы обращаю внимание что не все конфигурации 1с подразумевают первоначальную возможность работать с несколькими юридическими лицами и для того чтобы включить такую функциональность необходимо перейти в меню организации и проставить вот здесь вот флажок в этом случае вам будет доступен функционал по работе с несколькими юридическими лицами количество их не ограничивается это может быть и 2 и 3 20 и 100 это уже в зависимости от того как у вас построен бизнес процесс и таким образом теперь мы можем уже немножечко пройдя потому о чем мы говорили переходить в раздел производства повторю интерфейс который вы сейчас видите на экране он называется такси его можно изменить в ходе настроек но мы будем работать с ним потому что он в общем то очень удобный единственное что тема кто переходит с ранних версии например седьмой конфигурации с одной версии это достаточно непривычно но тем не менее вся функциональность сохранена все то же самое что было там присутствует но естественно в расширенном формате теперь уже именно касаясь производства касаясь структуры того что мы здесь видим в меню администрирования в разделе администрирования повторяю есть первоначальные настройки которые мы уже сделали и есть некоторые сервисы которые требуются уже в основном либо на этапе подготовки регламентированной отчетности для налоговой для внебюджетных фондов и так далее а более тонкие настройки есть в каждом разделе уже если можно так сказать тематически именно касающиеся справочники касающихся данного раздела и отчетности отчеты которые можно получить именно для данные специфики параметры учета то же самое задаются первоначально то есть если вам необходимо в печатную форму чтобы выводились артикулы штрих-коды например так далее если у вас присутствует настройка плана счетов требуется в случае если у вас присутствуют какие-то нестандартные субсчета в этом случае вы можете здесь их настроить ну и теперь переходим уже непосредственно в раздел производства и немножечко подробнее остановимся что же здесь главное и для чего это нужно в разделе производства вы видите документы которые основные касаются производственного цикла те которые касаются работы с давальческим сырьем это переработка поступления в переработку передачи заказчиков то есть например 2 2 варианта когда мы передаем свою свои материалы в переработку куда-то на сторону и когда мы берем чужие материалы для дальнейшей переработки и последующим возвратом заказчику и дополнительные какие-то могут быть у вас какие-то дополнительные обработки и настройки настройки которые касаются именно производственного цикла видите мы попали с вами снова в тот интерфейс который мы смотрели уже в разделе администрирования функциональность программы в этом случае это просто дублирование это тот же самый раздел просто дублирование на случай если вдруг мы что-то упустили и потом передумали можно вернуться и таким образом и вот через раздел производства тоже такая возможность чтобы сэкономить время хочу обратить ваше внимание на вот такие отметочки которые у нас стоят почему мы их делаем ну то есть первый это выпуск продукции в том случае если предприятие изготавливает какую-то готовую продукцию которая имеет количественный учет то есть не услуги не работы и второй момент это комплексный учет производства который только на полном интерфейсе используется в этом случае есть возможность выпускать и полуфабрикаты то есть использовать более сложную производственную схему и учитывать возвратные отходы видите программа регулярно будет выкидывать нам вот такой вот флажок с тем чтобы ввести данные которые мы имеем по своей подписке и так мы заполнили все так так сказать технические подробности заполнили основные сведения и открыли себе для работы возможность работать с разделами более широкими с большим расширением скажем так и так сам производственный цикл у нас обычно состоит из нескольких этапов то есть естественно первоначально справочники это номенклатура мы задаем структуру справочника которым желательно выделить в отдельную папочку или еще как-то обособить в моем случае мы сделали вот такой перечень то есть у меня есть сырье которое требуется есть готовая продукция и есть раздел услуги которые я могу оказать кому-то когда мы работаем со справочником карточка номенклатуры в нашем случае обычно простая в нее задаются основные параметры то есть ставка ндс обратите внимание что есть несколько разных ставок в нашем случае и соответственно сама карточка номенклатуры состоит из основной информации и верхняя панель меню это настройки по каждой карточке по каждой неправильно сказала не по каждой карточке а по основным параметрам которые потребуются в дальнейшем для работы с с этим материалом обратите внимание есть в верхней панели меню спецификации это как раз таки для работы с производственным блоком как только мы вводим спецификацию получается уже не просто материал а уже например готовая продукция сейчас я перейду в другую папочку чтобы было наглядно еще раз повторю меню справочники номенклатура и мы переходим в справочник готовой продукции в готовой продукции мы задаем все сведения которые имеются хочу сделать акцент именно на таком моменте что желательно максимально подробно заполнять все сведения потому что если мы что-то не заполнили то соответственно в будущем это либо не заполнены какие-то поля в документах либо не полностью правильно отраженная информация в печатных формах ну то есть либо какой-то блок аналитики который мы не сможем использовать потому что нету данных обратите внимание что если мы работаем сейчас большинство предприятий работает со штрих-кодами с артикулами и с маркировкой то есть в этом случае такие поля обязательно нужно заполнять еще одна подсказочка тем кто только начинает работать с программой если что-то вызывает возражение то у нас есть вот такая небольшая тематическая подсказка вопросительный знак который комментирует информацию которая в данной конкретной ячейки расположена если что-то вызвало сомнения то здесь есть пояснение где найти более подробную информацию и очень важно заполнить все сворачиваемые поля статья затрат это для производственной позиции для производственной номенклатуры очень важная вещь то есть здесь соответственно либо выбирается то что уже у вас есть либо если это какие-то специфические статьи затрат ну то есть ваша конкретная аналитика то здесь нужно это указать если это у вас алкогольная например продукция то указываются импортеры и так далее и импортные товары то же самое указывается страна происхождения обратите внимание номер гтд мы можем указать в карточке если если мы уверены что это будет одна единственная гтд что мы вот один раз купили этот товар и или материал и больше уже не будем его использовать чаще всего все таки бывает несколько деклараций соответственно в этом случае указывать одну будет не совсем правильно страна происхождения если мы работаем вот именно это конкретная номенклатура берем только например в одном месте то страна происхождения тоже должна быть указана для того чтобы работал производственный блок обязательно необходимо заполнить спецификации что такое спецификация сильно упрощенный вариант можно сказать что это рецепт изготовления основного блюда то есть когда мы задаем спецификации мы задаем перечень из чего будет состоять наша готовая продукция но в моем случае это вот конфеты ассорти что требуется для того чтобы изготовить конкретную конфетку мы задаем можем задать например нормы расхода на одну штуку на килограмм на тонну ну то есть на любое количество продукции задать задавать большие объемы ну там например тона или какие-то еще другие имеет смысл в том случае когда у нас используются очень маленькие величины каких-то материалов ну например каких-то специй или какие-то химикаты там пластификаторы красители и все что то которые используются в миллиграммах на тонну потому что если мы будем указывать например на килограмм то будет количество этих добавок такое что не предусматривает это точность которую мы можем использовать в программе спецификации для одного и того же вида изделия может быть много то есть это спецификация имеют наименование наименование может состоять например из даты что сегодня у нас ну например какао порошок был повышенного там лучшего качества и его надо было меньше завтра у нас какао был какое-то другое и его соответственно надо было больше то есть наименование может состоять из даты спецификации из названия спецификации например с какими-то ассорти там с ароматизаторами или ну то есть индивидуальное наименование и естественно таких спецификаций может быть достаточно много после того как мы задали спецификацию то есть из чего состоит наше конкретное готовое изделие мы можем переходить уже к работе по передвижению если можно так сказать материалов на производство для того чтобы изготовить данную продукцию еще раз хочу немножечко пройтись по вот этим вот позициям которые у нас на верхней панели кроме спецификаций есть назначение возможность задавать назначение использования но в этом случае если ну если вы конечно работаете с таким разделом сведения про алкогольную продукцию и штрих кода то есть штрих кода вы можете создавать сами или считывать если у вас есть сканер штрих кодов ну то есть обычно если это собственное производство то штрих кода присваиваться самостоятельно и задается правило определения счетов учета то есть то есть это может быть сорок третий счет готовая продукция может быть сорок первым то есть это уже зависит от вашей конкретной специфики чаще всего естественно используются сорок третий или сороковой цены работа с ценами то есть вы можете задать основные типы цен они могут быть как устанавливаемые вручную ну вот например в моем случае розничные цены а так могут быть и с учетом формул ну например берем закупочные цены и по формуле рассчитываем уже все остальные для работы именно с производственным блоком нам нужна номенклатурная позиция и спецификация для нее заданная хочу обратить внимание что фактически документооборот обычно выглядит таким образом то есть состоятся либо спецификации либо технологические карты распечатываются заверяются либо технологом либо другим ответственным сотрудникам и уже после этого считаются что они утверждены проверены и соответствуют действительности то есть что из данной спецификации взяв все необходимое вы получите именно конфету ассорти а не например холодец или жвачку таким образом после того как мы настроили или загрузили из предыдущих программ если вы вели в каких-то других конфигурациях или в более ранних версиях то при начале работы эти данные можно загрузить с помощью штатного обмена или написанного если у вас какие-то более сложные конструкции то в этом случае правила обмена обычно пишутся специалистами программистами 1С и так мы перешли к тому что у нас уже есть какая-то готовая продукция к ней заданы спецификации и мы уже в дальнейшем можем начинать работать по отражению именно движения товароматериальных ценностей и именно производственным процессом для того чтобы передать в производство материалы используется универсальный достаточно документ требования накладная если мы переходим прямо из раздела производства переходим требования накладные то мы попадаем в журнал требований накладных и соответственно обязательно нужно выбрать склад то есть организационную структуру мы тоже задаем при первоначальных настройках то есть создаем склады магазины какие-то еще дополнительные подразделения которые у нас есть администрация например и когда дело касается товароматериальных ценностей в этом случае уже с конкретного склада мы перемещаем в производство обычно когда начинается первоначальная настройка при переходе требуется перейти не только на программном уровне но и перестроить некоторые бизнес-процессы и перестроить документы оборот потому что в противном случае функции многие функции программы не будут использоваться то есть мы ставим флажок и отмечаем какой склад мы выбираем то есть где у нас хранятся материалы для производства ну я просто выберу например склад и выберу основной соответственно если ведется несколько юрлиц то выбираем организацию по которой у нас будет производственный процесс и после этого создается уже конкретный документ в котором мы указываем цель для чего то есть соответственно создать выпуск например там продукции от такого-то числа или какая-то другая информация которая ну имеет значение в вашем случае то есть именно вашем конкретном бизнес-процессе и дальше заполняем либо подбором либо если есть и какие-то уже готовые ну вот например я возьму уже ту которую мы создали конструкцию документ требование накладная я обращу ваше внимание на такой момент то есть если мы используем например материалы заказчика то есть перерабатываем довальческое сырье то это будет на закладочке материала заказчика счета затрат в этом случае устанавливаем ну такие которые соответствуют нашим нашим реалиям и этот документ в итоге имеет несколько печатных форм то есть например печатная форма м печатная форма м 11 есть м 15 ну то есть используется для конкретизации какие эти были какие это были товары и материалы и для чего мы их откуда и для чего мы их передаем значит после создания требования накладной мы переходим уже по следующим документам но здесь хочу сделать оговорку можно действовать двумя вариантами то есть сделать прямую цепочку так сказать то есть когда мы передаем материалы в производство выпускаем из них готовую продукцию делаем документ выпуск готовой продукции дальнейшая реализация или можно делать немножко наоборот программа позволяет сделать выпуск готовой продукции и потом по имеющимся спецификациям на основании этого документа заполнить требования накладную то есть уже после выпуска готовой продукции это зависит уже от вашего бизнес-процесса который в вашей компании применяется прямая так сказать передача ровольцей обоснованно тем что учет на складах связан с материальной ответственности материально ответственmek лиц то есть если брать по правилам учета то материально ответственно лицо кладовщик должно создать документы по передаче производства после изготовления готовой продукции материально ответственное лицо должно создать документ по передаче готовой продукции со своего склада на другой склад, то есть на склад готовой продукции и так далее. Если у вас небольшое производство, то такую цепочку соблюдать бывает не всегда удобно. И так сказать, упрощенный вариант этого обратно разворачивает, так сказать, материалы под выпущенную продукцию, хотя это и не совсем правильно. После того, как мы создали документы требования накладные, то есть мы передали в производство материалы и уже конкретно изготовление и документ, который фиксирует выпуск продукции, называется выпуск продукции или отчет производства за смену. Такой документ присутствовал и в предыдущих конфигурациях, и даже в семерке, то есть там тоже был отчет производства за смену и выпуск готовой продукции. То есть это фиксируется факт конкретного появления новой номенклатурной позиции «Готовое изделие». Шапка документа тоже абсолютно стандартная. Номер – это номер присваивает программа, дата, соответственно, это когда была выпущена продукция. Если вы работаете с сертификатами, с какими-то дополнительными, ну, с короткими сроками годности, то вот эта дата обычно очень важна, поскольку от нее идет отчет и сроков годности, например, если это маркируемая продукция, то марки. Если у нас, например, работали, мы оказывали какие-то работы и услуги, они выпускали продукцию, то в этом случае мы заполняем закладочку услуги. Если у нас при этом возникают какие-то возвратные отходы, ну, например, при изготовлении мебели мы использовали не полностью лист, а там какой-то лист, например, ДСП, а только какую-то часть, то мы, соответственно, можем заполнить, что у нас остался не целый лист, а там, например, 2, 3, 5, 7 квадратных метров или дециметров, то есть в каких единицах у вас измеряются возвратные отходы, что они могут быть использованы еще в производство. И табличная часть, в нашем случае продукция. Хочу обратить внимание, закладочка «Создать на основании» – это, в принципе, то, что у нас уже давно привычно, используется во всех конфигурациях и позволяет сэкономить немножко времени, потому что можно использовать уже имеющуюся, уже введенную информацию. И еще хочу одну пиктограммку обратить ваше внимание. Это вот такая пиктограммка, то есть как бы несколько листов или ящичков. Это структура документа, то есть с чем он был связан. Если бы у меня была цепочка, которую правильно соблюдать, то здесь была бы, например, спецификация такая-то, дальше выпуск продукции, ну и, соответственно, возможно, еще был бы счет от покупателя, на основании которого под конкретный счет я выпускаю продукцию. Сам документ «Отчет производства за смену» отражается в журнале, и здесь особо нету больше каких-то отличий от предыдущих конфигураций. То есть это штатные документы, которые, в общем-то, очень похожи на те, которые использовались в предыдущих версиях. И еще один документ, то есть выпуск продукции, это если мы с вами изготавливаем какую-то номенклатуру, которая имеет количественный учет. Возможно, еще оказание производственных услуг, если требуются какие-то промежуточные варианты для изготовления, ну, например, там полировка, пропитка и так далее. И есть еще один интересный документ – это инвентаризация незавершенного производства. Обычно это используется к концу месяца, если у нас остается еще какая-то часть материалов, уже переданных в производство, но еще не выпущенных. Это, в общем-то, тоже достаточно стандартная процедура. Заполняется количество материалов, которые используются для изготовления, но которые еще не прошло выпуск. И используется оно для того, чтобы правильно сформировать себестоимость уже выпущенных материалов, выпущенной готовой продукции. Еще в меню производства у нас есть целый блок, который связан с переработкой даваческого сырья или с передачей в переработку. Поступление в переработку – это когда мы получаем материалы, которые требуются переработать на какие-то другие, то есть выполнить операции, которые не выполняет то предприятие, которое нам передает. Обратите внимание, если предприятие работает на полном режиме, то в этом случае мы можем использовать упрощенные передаточные документы. внизу под табличной частью располагается переключатель, который можно использовать. То есть выпускаем мы один документ вместо двух или мы используем классический вариант, когда делается акт об оказании услуг и к нему выпускается счет фактура. По такому же, собственно говоря, таким же способом заполняются и если мы передаем материалы в переработку и если поступают материалы нам. когда используется передача продукции заказчику, в нашем случае это будет ну то есть это будет не реализация услуг, а именно передача готовой продукции тому, кто нам дал сырье. и эти документы фиксируют факт передачи уже изготовленной или обработанной продукции. Предусмотрена также возможность возвращать материалы, если по какой-то причине не произошла переработка или не может быть материал оказался не того качества или излишки. Отчеты, которые мы можем по этому блоку получить, в принципе, могут, можно настраивать, настраивать списком или можно использовать обычные бухгалтерские отчеты, которые показывают, ну, либо оборот на сальдовую ведомость, либо обычные карточки счетов, ну, то есть обычные бухгалтерские отчеты. Еще раз хочу обратить внимание на такой момент, что производство и переработка довальческого сырья и передача в производство и само по себе производство изготовления готовой продукции в бухгалтерии предусмотрено не слишком сложное. То есть, если нам необходимо учитывать производство многоэтапное, например, учитывать планы обеспечения, в этом случае бухгалтерия, к сожалению, такой возможности предоставить не может. То есть, это упрощенный вариант производства, упрощенный вариант отражения именно этапов производства. Если производство либо длительного цикла, либо требуется вести управленческий учет, там, например, составлять планы обеспечения и так далее, в этом случае поможет программа ERP, у которой производственный блок очень многофункциональный, расширенный, позволяет вести и управленческий учет, и бухгалтерский учет, и оперативный учет. Бухгалтерская конфигурация, то есть бухгалтерия предприятия, все-таки больше рассчитана на фиксацию, скажем так, в регламентированном учете уже состоявшихся каких-то этапов производства. и, соответственно, немножко более упрощенно позволяет, в общем-то, отразить основные только этапы передачи в производство материалов, само изготовление материалов, передачу готовой продукции на склад и уже конкретно реализацию. Ну, собственно, сама по себе реализация это обычный стандартный документ, который практически не отличается от реализации покупных товаров, то есть в этом случае мы используем обычный документ реализации, в котором подбирается уже конкретно номенклатура из готовой продукции, которая была произведена там и передана на склад. Отличие, то есть отличие производственного цикла именно в конфигурации бухгалтерия от, например, ERP в том, что здесь нету сборки-разборки, в том, что здесь нету этапов производства, то есть этапы производства мы здесь не можем учесть. Мы можем учесть только выпуск полуфабрикатов и использование полуфабрикатов в дальнейшем производственном процессе. И, соответственно, не можем планировать обеспечение, не можем планировать, например, Например, доставку нашим партнерам, доставку на уже готовые продукции куда-то. То есть здесь таких блоков просто не предусмотрено. Инвентаризация самой по себе готовой продукции, инвентаризация товаров и материалов находится в разделе склад, в разделе производства мы имеем только инвентаризацию незаконченного производства, то есть материалы, которые уже переданы в эксплуатацию, но производство не завершено к концу, например, периода месяца или квартала. Все остальные действия с товарами и материалами в производстве и готовой продукции у нас стандартные, то есть инвентаризация товаров, списание товаров, оприходование товаров, это все одинаковые функции и для готовой продукции, и для товаров, и для материалов. Еще остановиться хочу на таком моменте. Кроме конкретно производственных блоков, любое предприятие, естественно, будет учитывать и хочет получать какие-то отчеты. Но поскольку у нас достаточно специализированная конфигурация, именно бухгалтерская, то отчеты в основном у нас тоже именно бухгалтерские, то есть связанные с регламентированным учетом. Единственное, на чем хочу остановить ваше внимание, это на анализе учета, то есть это, ну, скажем так, интернациональные, если можно так сказать, отчеты, которые касаются не конкретно производства или конкретно какого-то раздела из этого меню, а касаются первоначальной настройки, учета налога на прибыль, соответственно, сюда войдет и себестоимость выпускаемой продукции, и, естественно, закрытие месяца, которая именно и формирует все наши и себестоимость, и стоимость списания товаров, товароматериальных ценностей и так далее. Экспресс-проверка – это, в общем-то, больше организационная, очень удобная проверка, которая в программе существует, но она не конкретно бухгалтерская или конкретно там управленческая, она позволяет оценить правильность настройки, которую мы сделали перед тем, как начали работать. То есть, можем открыть выпадающее меню и посмотреть, если у нас здесь все было правильно и хорошо, мы молодцы. А вот тут, например, у нас были ошибки, и посмотреть, какие были ошибки, мы можем, вот, развернув, будет указание на конкретный документ или конкретную настройку. Очень удобно, потому что ни один другой отчет не анализирует, например, кассовый лимит и остатки по кассе, не анализирует полноту заполнения учетной политики. То есть, то, что делается на первоначальных этапах. Ну, и плюс книга покупок и книга продаж по НДС. В общем-то, позволяет найти ошибки и вовремя их исправить. И плюс можно сделать настройки, то есть, выбрать только какой-то режим, который вас интересует, и сделать, например, полный, комплексный, вот как у меня сейчас был настроен. И дальше тоже очень удобный отчет, это по налогу на прибыль. Это на самом деле не отчет, это на самом деле помощник, который позволяет определить, как будет построена декларация, все ли мы там учли, ну, например, производство. Ну, в моем случае не заполнено. То есть, позволяет конкретно оценить, все ли у нас в налоговом учете прошло, есть ли какие-то расхождения и, соответственно, расходы, которые, ну, то есть, прямые расходы, которые у нас относятся именно на себестоимость продукции. Или вот то, что стоимость незавершенных материалов. Ну, то есть, позволяют разобраться, из чего будет состоять декларация на прибыль, какие данные будут отражены и где у нас появились ошибки. Точно такой же отчет у нас есть по НДС и по упрощенке. По НДС это вообще очень удобный вариант, потому что достаточно сложный налог, и сформировать, ну, то есть, позволяет посмотреть, включены ли у нас, например, авансы. Ну, к сожалению, у меня сейчас не получится вам это продемонстрировать, потому что у нас просто данных не заполнено. Во всяком случае, этот отчет позволяет посмотреть, учтены ли НДС авансов. Например, если были какие-то декларации, например, экспортные, импортные, ну, то есть, включены ли в книгу покупок, в книгу продаж эти данные. И по упрощенке. По упрощенке в этом случае тоже отчет очень удобный, потому что позволяет посмотреть, не все, что у нас входит в бухгалтерские данные, может попасть именно в книгу доходов и расходов по упрощенке, потому что зависит от оплаты, и, соответственно, это кассовый метод, зависит от того, оплатили ли мы материалы или не оплатили, независимо от того, что они уже пришли у нас и находятся на складе, или, может быть, уже вообще в производстве переданы. Так, вот так сделаем. Ну, тоже, к сожалению, сейчас у меня нет возможности это показать на цифрах, потому что просто нету, не введены данные. И еще хочу показать вам один момент. Это закрытие месяца, потому что закрытие месяца у нас именно формирует себестоимость продукции и немножко отличается от закрытия месяца, который есть в более, ну, скажем так, расширенных конфигурациях типа комплексной или ERP, где присутствуют еще и другие блоки оперативный учет, зарплатный учет. Закрытие месяца. Находится меню операции и, в общем-то, достаточно привычный интерфейс. Мы выбираем месяц, выбираем выполнить закрытие месяца и программа последовательно проходит по всем пунктам меню. Можно зайти в отдельный пункт, например, если я хочу посмотреть себестоимость, ну, сформировать какие-то отдельные пункты. Ну, это обычно бывает достаточно длительная операция. Прохождение, проведение каждого пункта отражается в цветовой индикации. И обычно и в производственном, в производственном, это очень важно в моменте, для закрытия месяца требуется перепроведение, то есть восстановление последовательности. Потому что, например, в комплексных конфигурациях и в 1.1 и в 2.4 очень требовательна программа, к тому, что, например, у нас поступление материалов происходит, например, сегодняшним числом, передача в производство сегодняшним числом, материалы не попадают, то есть проводка не попадает в производственный цикл по простой причине, что передача в производство оформлена раньше, чем оформлено поступление. То есть передали в производство в 9 часов утра, а поступило в 11 часов утра. В этом случае это уже будет именно как ошибка. И для того, чтобы такие ошибки устранить, приходится, ну, либо искать достаточно трудоемкий процесс, либо использовать ведомость по остаткам МПЗ. Ну, соответственно, требуется перепроведение документов. В моем случае я это сделать не могу, потому что у меня тренировочная база из 16-го года. Если я сейчас опоставлю, мы будем очень долго ждать, пока это будет. Но именно восстановление последовательности при закрытии месяца – это обязательная процедура. Расчет долей списания косвенных расходов, если мы хотим что-то просмотреть. Ну, и также справки расчета. То есть справок расчетов здесь достаточно много. Они, в общем-то, стандартные. То есть это справка об основных средствах, справка по расчету налога на прибыль и так далее. Так, и еще в отчетах у нас есть интересный момент. Это отчетность по упрощенке книга доходов и книга расходов. То есть это формируется отдельно в случае необходимости предоставления, например, налоговую инспекцию, ну, или куда-то еще. В этом случае в меню отчеты. Можно такой отчет сформировать, сохранить, ну, естественно, распечатать. И так, еще раз цепочка, так сказать, бизнес-процессов. То есть первоначально мы получаем материалы, товары материальной ценности, которые через меню покупки, обычными стандартными документами, приходу на конкретный склад, например, склад материалов, склад производства, не производства, склад, ну, может, там у вас есть какие-то, какое-то отделение, то есть склад, например, металлов, склад крепежных материалов, кабельной продукции и так далее. То есть приходим на какой-то конкретный склад, с этого склада передаем документам требования накладная, передаем в производство, а после того, как производственный процесс будет закончен, создаем документ выпуск продукции. Этот документ фиксирует количество полученной продукции и передачу ее на склад готовой продукции. Обращаю ваше внимание именно на склад готовой продукции, потому что желательно хотя бы виртуально создать разные склады, чтобы можно было обособить учет готовой продукции и материалов на разных материально-ответственных лицах. После того, как мы выпустили продукцию, то есть выпуск продукции, документ создан, продукция перемещена из производства уже на склад, после этого делается совершенно конкретная операция продажи, стандартная реализация, как для материалов, как для товаров, как для готовой продукции. Это общий документ реализации. И собственно процесс, так сказать, цикл завершен. Основная проблема при производственном процессе – это создание спецификаций, то есть это создание перечня материалов, из которого состоит наша готовая продукция. Если в продукции, например, если мы работаем с полуфабрикатами, то соответственно изначально делается цикл изготовления полуфабриката, а затем в спецификацию включается уже сырье и выпущенный полуфабрикат. То есть в этом случае получается двухступенчатый или там трехступенчатый цикл. Но повторюсь, в конфигурации бухгалтерия это не очень удобно, то есть если у вас несколько этапов производства, то в этом случае уже лучше все-таки приобретать программу, которая предусматривает такую возможность. То есть либо ERP, либо комплексную, либо какую-то специализированную другую программу, которая позволит отражать все ваши процессы. И немножечко еще пару слов по отчетам. В случае сейчас очень много изменений коснулись по маркировке сырья, но с 1 июля по прослеживанию материалов, то есть если это касается импорта. Именно бухгалтерские конфигурации, бухгалтерия предприятия позволяют все отчеты делать, которые от этого касаются. Есть очень удобный блок, отчетность не обязательно. Есть 1С отчетность, есть просто отчетность регламентированная, это всем хорошо знакомые отчеты в налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды. Есть возможность, обратите внимание, рассылать письма напрямую из программы, то есть отправлять письма, например, сфору в оборот на сайт, ее можно из программы отправить по нужному адресу, контрагентам и так далее. Соответственно, точно так же письмами можно обмениваться. И очень удобный раздел, который появился не так давно, это личные кабинеты. То есть из программы можно войти через личный кабинет, в налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды. Ну, например, кроме этого, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, например, по отчетности по загрязнению окружающей среды, в единый портал госуслуг, в статистику. Ну, то есть практически все организации, которые требуют сдачу отчетности, в каждой можно зарегистрировать личный кабинет, прямо из бухгалтерии переходить в личные кабинеты. Соответственно, при этом переписка сохраняется, если получены уведомления, от них сохраняются. Ну, и, конечно, сами отчеты, естественно, в общем формате. И еще у нас в отчетах есть возможность работать с регистрами, проверять регистры по налоговому учету, и очень удобная возможность работать с НДС. То есть журнал отчетов и книги покупок, книги продаж. Вот, в общем-то, основное, что мы хотели вам сегодня рассказать по поводу производственного блока. Производственный блок в бухгалтерии, я еще раз повторяюсь, немножко упрощенный, то есть позволяет вести наиболее простые производственные процессы. Ну, естественно, он тесно связан с покупками, с продажами, с разделами покупки-продажи, потому что используют документы, которые там есть. И, опять же, очень требовательны к первоначальным настройкам про то, о чем мы говорили на первых встречах, то есть к информации, которая либо заполняется, либо переносится из других конфигураций. И самые критические, так сказать, если брать по важности, это справочники. То есть справочник номенклатура, справочник контрагента и справочник договора. То есть когда вы начинаете работать с этой конфигурацией бухгалтерия предприятия, в нашем случае мы используем проф, то в этой конфигурации нужно сначала очень-очень внимательно пройтись по справочникам, по заполнению, по первоначальным настройкам. Если вы этот момент не пропустили и не поленились, то дальше программа работает очень комфортно, очень корректно. Но если первоначально не заполнены какие-то данные, то есть не проставлены вот эти флажочки, то потом требуется гораздо больше времени для того, чтобы, во-первых, найти ошибку, во-вторых, найти, где она настройка, где не задана эта настройка. И программа работает уже не как «Мерседес», а как «Запорожец». Собственно, на этом я заканчиваю нашу встречу. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Мы будем рады помочь вам с настройкой программы, с составлением каких-то индивидуальных, может быть, настроек, индивидуальных отчетов. Ну, то есть оказать любую помощь, чтобы вам было комфортно работать с выбранной конфигурацией. Вопросы вы можете задать по электронной почте. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok